и вот мне задают вопрос алексей а ты что не блогер ли я говорю нет я не блогер потому что ну как бы вам объяснить то я к телевидению относятся с другой смысловой нагрузкой то первоначально после того как я закончил горный институт мне нужно было как вы думаете что как вы думаете что мне нужно было мне нужна была квартира я поступил естественно в челябинскую государственную телевизионную радиовещательную компанию потому что в принципе у меня не было ничего и мне необходимо было это сделать да я очень долго просидел и не получил эту квартиру но я ждал 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 и очень многое снимал жилье естественно и я именно поступил на телевидение и мне там в принципе искусству видеомонтажа никто не учил мне дали два контроллера и две инструкции по видео монтажу не видеомонтаж что называется инструкции по как бы это сделать сделать линейный монтаж это немножко не то что вы сейчас думаете господа нет это было немножко все по-другому естественно за две недели я этому делу научился и начал работать начал работать и через неделю я сделал свой первый ролик рекламный ролик в городе магнитогорске потому что я его делал первый раз и лично я его делаю я сделал красиво потому что у меня была очень изумительная техника под названием дфс 500 до дигитов файм свечер from sony то есть это цифровой универсальный преобразователь видеосигнал ну была крутизна просто неимоверная понимаете и вот после этого и инженером энергетик стал естественно телевизором уже потихонечку 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 потом все проработалось давайте все-таки объясним с какого момента я работаю на кино ну это было не 1995 год с кино я начал примерно с 1983 года именно тогда дядя серёжа купил 8-миллиметровую камеру что такое 8 миллиметров объясню для тех кто не въезжает о том что это было раньше то есть в него загружалась с двух сторон пленочка 16 миллиметров и потихонечку снималась потом все это дело резалась после того как все это дело проверялась проявлялась все это дело резалась собирали кино и это были фильмы без звука слава тебе господи что я это дело все это отработал и у меня эти фильмы есть очень красиво у головы глядит он да потому что вы в принципе можете ко мне обратиться никаких проблем все что нужно перецифровать все это сделаем отдельная тема и почему я не стал тем самым блогером потому что у блогеров у них наверно с мозгами все немножко по-другому то лишь как бы вам сказать то у меня все было совсем нехорошо с мозгами то есть я никогда не собирался делать сочинение да я как-то говорил про это дело вы не должны понимать о чем идет речь да то бишь но тем не менее мне пришлось этим сочинениями заниматься и если кто-то из вас написал 100 сочинений это максимум сколько вы смогли сделать за всю свою историю эксплуатации в некотором количестве и в том числе еще и в институте то я их написал примерно 5000 сюжетов но есть отдельный товарищ который повыше меня сделали и у них есть типа видеокамера и они типа пытаются вам что-то сказать давайте обратимся к тому кто это делает и как и качественно то есть чтобы было бы было бы вам понятно у меня склеек нету понимаете все есть моих мозгах я не торопясь плавно и грамотно это дело объясняю вам а у некоторых есть склейки то есть склейки 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 вот они типа блогера но понимаете сами склейки они чем-то заклеивают то есть я ничего не делаю меня смотрите и понимаете о чем идет речь но тем не менее давайте объясним дивную ситуацию да то бишь возникает дивный вопрос естественно к тому что у нас на улице то творится и почему меня то так не сильно много то и смотрят у нас некоторые проблемы с украины начались естественно и когда это все дело то началось 24 февраля посмотрел то что нам сказал владимир владимирович путин я глубоко уважаю этого человека я неоднократно был с ним знакомым мало того когда я был оператором виктор филиппович рашникова мы довольно часто снимали виктор филиппович рашникова владимир владимирович путин но по сути события это два моих где дяди я бы наверное их так бы назвал потому что и тот и другой человек мне очень сильно нравится и но возникает вопрос кто ему написал этот текст когда он начинал текст зачитывать то есть я бы мог бы сказать но у меня никто не слушаться такая же плохо было то что примерно 90 процентов коррупции которая была в россии мы походим туда сейчас и перетянем то есть поменяем тамошнюю коррупцию на нашу коррупцию понимаете дивная проблема возникает но это отдельная тема может быть что-то по-другому поменяется я не знаю но вопрос возникает для кого мы сейчас сегодня и живем и я так считаю что мы живем на те 300 миллиардеров на мы работаем для тех кто думает что они круче всех иначе почему ведь доллар мог бы стать покойника и 24 32 рубля а потом он обратно прыгнул наверх это вот для чего все это делается то есть я не вижу потребности работы для населения понимаете я что-то это дело не как-то не вижу потому что ну был бы я на этом свете потому что видите как мне когда говорят лишь что-то своровал в этой жизни говорю я ничего не своровал то что я делаю я работаю экономя на себе естественно очень сильно себе экономлю естественно а как бы вы хотели бы для того чтобы купить постоянно новые камеры потому что я думаю головой знаю что когда рано или поздно камера навернется у меня будут очень серьезные большие проблемы очень серьезные большие проблемы и поэтому я четко знаю что камера отработав три года нуждается в замене потому что камеры больше не работают это не работают да я попадаю на деньги куда деваться ну что я знаю что так необходимо делать да господа мы и поэтому как бы даже невзирая на то что у меня кое-что есть, но, тем не менее, мы пытаемся сделать другие варианты, потому что, видите, была бы нормальная ситуация, и, если честно, то это делалось легко и просто. Но возникает вопрос, для чего вот эта типа наша демократия довела то? То бишь, я также снимаю сюжеты для КПРФ, я уже вступил в КПРФ, естественно, и не понимаю, почему губернатор не может наказать подчиненного, потому что это две разные вещи власти, то есть и там, и там выборы, понимаете? Он не может его наказать, он может сократить бюджет и все остальное, но наказать и наехать на него он просто не в состоянии, и поэтому возникает ситуация немножко странная, когда губернатор видит, дает люлей, а этому человеку реально все фиолетово, его же выбрали, вы понимаете, о чем идет речь? То бишь, и о чем мы сейчас будем мы с вами говорить? О том, как 300 миллиардеров воспринимают нас с вами, обыкновенных людей, то есть они думают, что мы злобные быдлопати, ну они же сами крутые стали, вдруг откуда не возьмись? Только, ребятки, вы мне не надо рассказывать, понимаете? Я достаточно давненько этим делом-то занимался, еще тогда давненько, когда вы даже не представляете, о чем идет речь, я знаю, что телевидение может раскрутить этих товарищей, я четко знаю, я видел их, как их хорошо мы раскручивали, да? Ну у них даже практически крылышки взлетают, вдруг откуда не возьмись, хотя они были никем, понимаете? Мы их раскручиваем, понимаете? Но я еще раз говорю, что я, в отличие от стандартных дебилов, которые, в принципе, пруд пруди, вот, я прекрасно знаю, что рано или поздно все это дело закончится, через некоторое время, естественно, когда прекратит все это существование. Именно поэтому я все это делаю в Ютубе, потому что потом уже все это дело я отдам своему сыну. Но как-то не хочется быть этим злобным быдлом. По сути событий, я не злобное быдло. По сути событий, что я такое? Ну, в принципе, наверное, я все-таки ребенок, дитя интеллигентов. Вы не думаете? Нет, вы зря так думаете, потому что моя мама была главой администрации поселка Миндяк, выборная должность. Мой папа был главой администрации поселка, не поселка, а города Мар-Пасад. Это тоже выборная должность. То есть, ну, понятно, да? Ну, бабушка, понятно, была кем из той же оперы. И по сути событий, что и кто перед вами? Перед вами человек, получивший два высших образования. Объясняю, почему второе высшее получил. Потому что, когда я закончил свой горный институт, закончил его, естественно, с отличием, структура была очень интересная и серьезная, если честно, да? То есть, ну, группу ЭФ, ой, как бы вам сказать? Ну, да, это была самая лучшая группа ЭФ, потому что она училась по циклической системе. То бишь, нам серьезно давали, а потом с нас очень быстро спрашивали. То есть, у нас не было семестров, у нас были постоянные экзамены, и башка-то практически взрывалась. Но эта башка, которая практически взрывалась, дала мне возможность вас накормить очень качественными продуктами, потому что я также сидел в ларьке. Не слышали про такое? Да рассказываю! Как все это было красиво и ровно. То есть, я поступил при Советском Союзе, а вышел уже при России. Да, 91-й год, конечно, была проблемка, естественно. Но, тем не менее, мы в 92-м году вас накормили. Кормили самые качественные продукции и алкогольные, и все остальное, потому что мы сидели в ларьках, и все это из-за рубежа продавали вам. И, кстати, ценники были абсолютно нормальные. Я помню, 93-й год. Все нормально зарабатывали, с деньгами было все нормально, пока еще не появилась эта дивная налоговая инспекция. Так вот, я бы все-таки рекомендовал Владимиру Владимировичу немножко понаехать на налоговую инспекцию, на таможенников. Да-да-да, вот-вот-вот это. Для чего все это было сделано? То есть мы спокойненько ездили на 600-х Мерседесах. Да-да-да, спокойненько жили, и это нам нравилось. И я не думаю, что процедура 90-х годов была проблемной. Нет, она была абсолютно не проблемной. Тогда люди за базар отвечали. То, что сейчас творится, это даже за базар не отвечаем, это какой-то вообще бардак творится, не детский. То бишь, вот мы с вами говорим о финансах, которые выросли, да, то есть мне бы, конечно, хотелось, чтобы все вернулось на круги своя. И тогда, и тогда, в принципе, если бы мы в среднем зарабатывали хотя бы, ну, 60 тысяч рублей, хотя я, честно говоря, таких, ну, заработков-то, честно говоря, я не сильно это и вижу, но на комбинате есть некоторое количество, которое зарабатывает чуть-чуть больше, ну, дай бог, дай-то бог. Но если бы хотя бы на 6 рублей, то вы представляете, да, мы бы хотя бы жили более или менее, более или менее, ну, более или менее, как, допустим, граждане из чего, а в Болгарии, допустим, да, ну, средний заработок там 1000 евро. И тогда мы бы хотя бы зарабатывали, ну, там, чуть-чуть больше, естественно. Ну, не сумма сильно большая-то и была бы, потому что, ну, 6 рублей, ну, ну, может быть, это было бы красиво, но не всегда так и получается. Хотя, по сути событий, мы должны зарабатывать больше, потому что мы работаем больше. Я еще раз говорю, больше, чем россияне, никто не вкалывает, потому что это невозможно. То есть россияне вкалывают, как суслики. Нормальные люди работают и с утра, и до вечера. Вы думаете, что сейчас, вот сейчас, на улице, ну, вот сейчас, где-то, грубо говоря, полвосьмого. То есть я уже должен был бы отдыхать. Нет, я вам показываю эти сюжеты, потому что, ну, как бы, ну, а как по-другому-то делать? Если я это не буду говорить, вам про это дело никто не скажет. То есть мы работаем, как суслики, как чурки, блин. Да-да-да-да-да-да-да. Кстати, вот у нас в городе Магнитогорске очень много людей, которые к нам приехали, да, то есть они сейчас отдыхают, а мы пытаемся заработать эти деньги. Я не пытаюсь заработать деньги, я сейчас с вами общаюсь, о чем идет речь. То бишь, нас воткнули в систему злобного, вот этого самого злобного, да, мы все злобные стали. Почему мы стали злобными? Потому что, потому что мы возвращаемся на круги, опять же, тех же самых товарищей миллиардеров. Или вы думаете, что простые человеки могут себе сделать банки, что ли? Ну да-да-да, вот иди сейчас и сделай себе банк. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как не хочется быть злобным быдлом. Я не хочу быть злобным быдлом. Я стараюсь этого дела отойти, но тем не менее, эти злобные быдло нас прогрессируют. Нам, на нас прогрессирует. Это жизнь наша, которая никогда уже, по-моему, не станет когда-нибудь нормальной. Почему это не станет никогда нормальной? Сейчас я объясню ситуацию. То есть, вам везде и всюду говорят про кредитки. Вы можете взять кредитки, вот, допустим, Тинькофф, видите, да? И не платить, грубо говоря, практически 100 дней. Или вы можете взять кредиточку под названием Альфа-Банк. Помните, Ваня Урган так много чего рассказывал. Ваня Урган, ну, не рассказывал о том, что рано или поздно, видите, какая дивная ситуация. Они вам говорят, вы берите кредитки рано или поздно. И, понимаете, человек, который не так сильно влетел в эти ситуационные дела, а не влетел, потому что, как бы, ну, я понял, что дороже миллиона 300 рублей, как бы, ну, это было бы достаточно сложно брать на себя. Вот. И больше я туда не влетаю. То есть, но влетел, потому что взял вот эти штучки, да? Вот. Ну, думал, что рано или поздно все будет очень хорошо. Но, как нам спел один хороший товарищ из разряда КВНщиков, которые сейчас работают. У них такая передача есть, знаете, да? Вот это под названием Камеди Шоу. Не слышали? Зря, кстати. Так вот, он спел нам то, что... То есть, у нас очень плохие года наступают. И каждый год будет еще хуже, 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 хуже. Но я-то думал, что будет лучше, лучше, лучше. Вот я лох. Вот я лох пейджерговский. Да и пейджерговский, и рекламный. То есть, я взял эти штучки и влетел. Вау! А сейчас расскажу. Сейчас это будет вам красиво. Ну, вы не слышали ничего? То есть, орган вам не сказал про кредитки? Вау! Сейчас я расскажу. То бишь, давайте все-таки обратимся к чему мы сейчас залетели. То бишь, как бы, если раньше человек перекредитовывал основные финансовые средства за бугром, ну, конечно, так и было, да, то есть, он брал в одном банке там по 3%, потом брал в другом по 3%, но зарабатывал-то он больше. То бишь, раньше, да и всего, то есть, как бы мы никогда не... Кредитные вещи всегда были космические денег стоили. Представляете, кредитные вещи? То есть, а им сейчас зарубили все это дело, и на чем они собираются денежки зарабатывать? А-а-а, да-да-да-да-да. То есть, они вам дают эти карточки, вы все равно рано или поздно залетите, и вы будете выпрачивать проценты. То бишь, господа мои, возникает вопрос. Естественно. Я очень серьезно и внимательно отношусь к этим банкам. Мало того, с некоторыми банками я рулился. Естественно, я с этими банками рулился где? В суде, естественно. И всегда, всюду я им объяснял, что вы швыриво, вы швыриво и чмо вонючее. По-другому я никак не могу сказать. Вот. Ну, это было и со Сбербанком, естественно, и со всеми остальными банками, естественно. Вот. И, естественно, когда мы говорили, мне так и говорили, Алексей, ты можешь их дать? Я, конечно, даю им пару, как раз. То бишь, вот этот банк. Вот теперь сейчас вам кое-что объясню. То бишь, когда вам рассказывают, что вы дайте люди денежки, и вам 8% вернутся с этой суммы, как бы вам сказать то? Посмотрите недавние мои сюжеты, я вам говорю, что 8% это для чего? Это о чем? У нас инфляция, господа мои. То, что у нас шейки куриные прыгнули на 45%, это так, тишина. Ну, конечно. Ну, инфляция-то у нас мизерная, да, там, в общем-то, это даже ничто. А тут они хлоп бахнули. Хлоп все летит вверх и всюду, и все. И о чем? О чем это мы говорили? То, что вы деньги отдали, вы их просрали. Это стандартная ситуация. А они берут эти деньги за 8%. Сейчас не торопитесь, вот сейчас будет все сила. Сейчас будет красотища. И знаете, вот вы когда просрали все это дело, да? То есть вы влетели в кредит. А теперь сумма этого кредита 51%. Альфа-банк 51%. Все у вас в порядке, да? Что-то орган про это не рассказывал. Да как же, как же он про это дело-то забыл? Естественно, все забывают. Потому что все берут, думая о лучшем будущем. А лучшего будущего не существует. Существует будущее с весьма интересной особенностью. То, что инфляция или что там у нас творится, почему это все не работает, естественно. Хотя у нас в принципе есть налоговая инспекция, которая должна бы этим делом заниматься. Но налоговая инспекция берет кого? Берет стандартных индивидуальных предпринимателей и их прессует. Она прессует всех вас. Но она не занимается другими вещами. Это какая-то налоговая инспекция. Это что за налоговая инспекция? Это налоговая инспекция, которая создана для того, чтобы мочить свое население. Или я не прав? Или я прав? Я думаю, что я все-таки прав. Потому что ни в одной стране не существует двойного налогового обложения. Мы платим и за бензин, и включенный в него налог, еще и за транспорт. Это где? Это о чем? Это вы о чем говорите? Это вообще такой бред. Сивой кобылы это просто... Даже слов у меня уже нет. Клево, да? И когда я уже после этого вам рассказываю, что существуют другие структуры, которые вам предлагают кредиты по другой, естественно, цене. Ну, у них там тоже свои проблемы, естественно, существуют, да? Потом оказывается, что вдруг внезапно это пирамидки, внезапно оказавшиеся. Да, 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 да. Как же так? Человек меньше зарабатывает, чем тот олигарх. В смысле, тот миллиардер, который эти банки держит. Красиво, да? То есть вам уже понятно, да? То, что как бы, ну, это все не совсем для вас. Поэтому прежде чем брать вот эти кредитки, вот эти кредитки... Хотя, как вы меня... Вы же не так часто на меня смотрите, да? То есть все сейчас смотрят наших дивных блогеров, да? Которые вам рассказывают о том, что у нас... Ну да, у нас проблемы. Точнее, не у нас проблемы, надо было бы побыстрее эту проблему решить. Потому что я прекрасно понимаю, что там сочинилось, естественно. Это никому не нравится. То есть, в принципе, как могли человеки, которых в природе не существовало, никогда не существовала Украина. Никогда не существовала ни Белоруссия. Была белая Россия. Другая Россия. Никогда не было прибалтов. Никогда их не было. Они были чухонцы вместе с финнами. Никогда не существовала Казахстан. Его не существовало в природе. Ну, не существовало в природе. Мы им отдали. Мы где живем? Мы живем на Урале. Так вот раньше, вдоль реки Урал, это была территория Оренбургского казачества. Вдоль реки Урал. Вдоль реки Урал. Вы посмотрели сейчас на карту. То есть, как-то не вдоль реки Урал территория Оренбургского казачества. Мы-то им все подарили. С чего? С чего? То есть, ребятки, вы когда говорите о том, что русские вас там колбасят, Это вы кого колбасите? Тех, кто вам просто это дело подарил? Вы так что ли к нам относитесь? Ну, ребят, после этого не надо ничего говорить, когда мы к вам придем и все-таки вернем все это дело на свои круги. И все эти чухонцы там, эстонцы, которых не существовало в природе, которые там колбасят и думают, что они какие-то навороченные. Это все бред сивый кобыл. Ну, не было вас. Ну, не было. Вы посмотрите внимательно свою историю. Вы посмотрите внимательно свою историю. Ну, так. Сейчас, слава тебе Господи, можно посмотреть территорию своего любимого и мне более бы нужного Российской империи. Особенно тогда, когда мы им еще Аляску не отдали. Типа навороченным, типа самым крутым, типа вообще демократом, типа американцем. Хотя демократии в Америке не существует. Американцы никогда не избирают президента. Там избирают президента выборщики. И все. Там все немножко по-другому. Сами американцы, как бы вам сказать, они даже не знают, где Россия. Посмотрите внимательно тоже в Ютубе сюжеты. Они не знают, зачем. У них там все реально круто и хорошо. Их в свое время, после того, как посмотрели, что сделал Советский Союз, и Советский Союз был очень красивой структуркой, они начинали понимать, что вдруг это все придет к нам. А, и что мы будем делать? Естественно, там все стало. То есть в Америке, во-первых, она немножко южнее. Я вам так скажу, самый север Америки, это, ну, кажется, чуть-чуть немножко поближе к экватору, чем Москва. То есть даже на самом севере Америки, я, по-моему, даже север Америки, это вот Краснодарский край. Там, ну, снег лежит один месяц в году, но вы понимаете, да, что они на южнее все стали. Где стали южнее? То есть есть определенные американские штаты, которые не знают, что такое снег. А вы не знали? Так внимательно посмотрите. Есть штаты, которые, ну, практически в тропиках находятся. Это Флорида, естественно. Вы не понимаете? Так вы внимательно посмотрите. И стандартному американцу реально пофиг на то, что делает правительство. Вот с правительством там, это отдельные проблемы, это проблемы именно правительства. Потому что стандартные американцы не очень хорошие, красивые, спокойные человеки. У которых все есть, но у них есть маленькая, большая и охрененная проблема под названием медицина. Так вот, я всем говорю, если вы собираетесь вольнуть в Соединенные Штаты, то вольнуть надо в возрасте 22, а оттуда вольнуть, ну, когда у вас наступила... Да-да-да, такие вещи тоже случаются. Вот, допустим, если у человека там в голове то, что у меня в голове, то есть у меня в голове глиобластома, Г4, это четвертая фаза раковой опухоли. Если бы я не верил в Бога нашего любимого и ненаглядного, я молюсь естественно и постоянно, и всем говорю, и все, что он мне дает, я выдаю вам абсолютно бесплатно. Посмотрите внимательно мои сюжеты, живите так же. Да, у меня была операция, грубо говоря, 9,5 лет назад. Ну, практически, не будем говорить, потому что я, не знаю, на Господа Бога надеюсь, да, из-за вам невозможность, я проживу, естественно, и буду вам объяснять, как это жить. Ну, вот с этими делами в Америке лучше туда не совпадать, забудьте, забудьте. Потому что при мне, у человека, ну, грубо говоря, вот это был огромный участок, да, допустим. А сейчас вот у него такой участок. А куда этот вопрос делся, ну, большой участок. Они его продали, потому что мама болела. Представляете, сколько человек продал земли. Он просто продал землю, потому что мама болела, и маму не выходили. Клево, да не просто клево, это просто, это, 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 это такой бардак. И когда, если что-то у вас такое случится, ребятки, ну, лучше вольнуть оттуда, потому что я знаю. Вам выдают все хорошо и красиво, вы практически ни за что не платите. Вы можете взять ипотеку, даже еще и ваши дети, даже ваши внуки будут за нее платить. Хотя, как бы вам сказать, то, что мы строим, мы строим, извините, подвините, нормально, грамотно и красиво. Да, 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 да. А у них там все немножко по-другому. Не слышали? Не слышали, зря. Я не буду говорить, но сюжет такой был. Не сюжет, а целое кино снимали. Как раз по событию 2008 года. Посмотрите внимательно, был такой фильм, в который привлекали самых крутых специалистов, и они это дело показывали. Там дома из штакетника собраны, представляете, из штакетника. Ну, чтобы вы дальше поняли, да, 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 да. Ну, это называется, как там Белый дом-то поживает. То есть, вы понимаете, да, что в Белом доме, оказывается, за штукатуркой человек может бегать спокойненько. Ну, понятно, да. Это посмотрите внимательно, есть такие вещи. Да, очень красивые там, естественно, где человек прячется в Белом доме за штукатуркой. И никто не знает, что, оказывается, там есть штукатурка. А как же так-то? А как же так? То есть, я же говорю, американцам это не нужно. Американцы живут красиво, но до поры до времени. То есть, я уже объяснил, о чем идет речь, да. Что касаемо наших событий, да, как бы вам сказать, что... Да, самый простой и самый качественный, самый грамотный вариант лечения раковых заболеваний – это, естественно, коммунизм. И самый грамотный вариант, и самый лучший вариант – это два очень хороших государства, которые четко работают по коммунизму. На первом месте это стоит Куба, где я взял видотокс, но это уже было после того, как я приехал в Китай. Где меня до сих пор, и я это делать буду постоянно, и я это делать буду регулярно. Потому что, как бы не сказать, то есть я видотокс, я до голубых скорпионов также пью, но где-то на два с половиной года мне хватает. После надо по новой, поэтому мне придется снова туда возвращаться. То есть, я вам уже продемонстрировал, где это можно лечиться. И это, кстати, страны коммунистические. То есть, там в Конституции прописано здоровье нации. А что? Да-да-да, мы это дело просрали. Это очень плохо, конечно же. Вот и все. Но к этим странам и эти страны, они очень хорошо работают и живут. И, в принципе, им реально насрать на этот дивный капитализм. Потому что в скором времени Китай, я думаю, что в течение ближайших десяти лет, я бы вам рекомендовал не ехать в Америку. Ребята, у нас есть замечательные... Вы только посмотрите, как... Вы там не были, я там был. Как бы вам сказать то? Я живу в центре металлургии. Круче магнитогорского металлургического комбината нет ничего. Я это сам видел, поверьте мне. Но Китай производит металлов в 50 раз больше, чем Россия. В 50 раз. Все там в порядке? Ну, надо понимать, о чем идет речь. То есть, Китай, конечно, очень хороший, очень красив и ровно все это делает. Даже не надо нам говорить, что машины, которые вы внезапно купили, которые вас заставили покупать в кредит, это идеальный вариант. Потому что настоящие машины, как я уже тоже сказал в предыдущем, в моем сюжете, они закончились примерно в 1998 году. Вы думали, что 600-го Мерседеса нет у меня? Есть у меня. Он стоит просто. Я его снял с учета, естественно, чтобы не платить этот дивный налог, и все. Ну, стоит, и что теперь? То есть, как бы вам сказать, давайте все-таки вспомним тех людей, у которых был 600-ый Мерседес, и сколько они живут. Ну, я вам так скажу, что примерно 95% они уже на том свете. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? А сегодня сейчас от 165%, может быть, даже меньше, ну, естественно, меньше, естественно. У нас 600-ые Мерседесы, ну, не такая уж благодать, что каждый первый может их купить, потому что каждый первый не может воспользоваться и заплатить 62 тысячи рублей. И поэтому наши миллионеры магнитогорские, они перешли из 600-ых Мерседеса, потому что, извини, платить 62 тысячи государству, это каких? Они себе взяли джипики. Ну, такие настоящие, ну, реальные джипики. Не вот всякая фейфлень такая, которая корейская, китайская. Не, у них там хорошие джипики. Там 5,7, 7,4. Ну, есть такие джипики у нас в городе магнитогорский, которые работают под, типа, грузовиков. Они ездят, я понимаю таких людей, да. Там в этом джипике место гораздо больше, чем в обыкновенной машинке, если честно. И вот они так и живут. Вот. И мы говорим о том, о чем можно жить, но как жить в этой стране. То бишь, вам приходится работать. Работать до обокакивания. Это жизнь. Других вариантов не существует в природе. Но возникает вопрос, как можно жить в этой ситуации. И вы посмотрите на меня внимательно, да. Я, наверное, простой человечек, да. Но, тем не менее, уже сегодня, сейчас я вижу тех людей старше себя, но моложе меня. Почему? А потому что мы забыли про то, как нужно выглядеть качественным образом. Да, естественно, у меня были такие же проблемы. Естественно, были такие же проблемы. Но как я вышел из этого состояния души и тела? Ну, пока мы сейчас будем объяснять. Я вам сейчас покажу, что я для себя решил сделать. То. Я понял, что сахар, это, конечно, очень вредная штука для нас. В данном случае, что я делаю? В данном случае я насыпаю себе вот в мою штучку вкуснейшую. Насыпаю себе какао. Какао, да? И, конечно, мне очень плохо то, что есть определенные структуры. Даже это были бы сетевики. Но, к сожалению, эти структуры почему-то не хотят со мной работать. Это еще очень, кстати, плохо, да? Потому что это плохо. Потому что вот какао я себе беру вот это. Ну, за реальные копейки. Причем какао это делает Магнитогорск. Делает Магнитогорск и берет какао, знаете откуда? Из самого лучшего места. А самое лучшее место у нас по производству шоколада, ну, в принципе, их несколько, Москва, Санкт-Петербург, да-да-да-да-да. А дальше что у нас? Екатеринбург и Самара. Екатеринбург и Самара это то же самое, что и Москва и Санкт-Петербург, но там ценники немножко другими, хотя качество продукта иногда бывает выше. Так вот, какао я себе беру из Самары. И поэтому оно действительно дешево стоит. И заливаю его чем? Вы думаете сахар? Бросьте. Сахар это плохо, по сути событий. Мы забываем про это дело, и вот мы везде втираем то, что у нас проблемы с никотином. И поэтому алкоголь у нас, в смысле, сигареты у нас запрещены вообще в рекламе своей. Сейчас их собираются убрать, естественно. Ну, может быть, это и случится. Но сахар, это же такая же штука, поверьте мне. Вот в чем заключается вопрос. То бишь, сахар у нас везде и всюду, но это же яд. Не слышали? А зря, кстати. А я ушел от этого события. Я использую то, что было еще очень-очень много, тысячи раз, может быть, миллионов раз, миллионы раз, понимаете? Раз это 10. То есть, понимаете, да? Старше того, как человек появился здесь. Мне, когда говорят, не верю в Господа Бога нашего, во-первых, я еще раз вам говорю, что время там и время здесь, это две абсолютно разные структуры. Что говорит Господь Бог? Один день. Это не говорит, что это один день. Это может быть большое количество лет. Для него без разницы. Там не существует времени как такового. То есть, он заселил эту планету. А потом уже сделал нас с вами. И не говорите, что это по времени было. Нет. Росло, переделывалось, переделывалось, естественно. Но первоначально, когда только насекомые вышли из моря, появился мед. А-а-а! А вы не понимаете, что у меня здесь? Это замечательный мед. Да-да-да, отличный мед. Я вот сейчас его налью, столько, сколько мне будет нужно. Вот больше-то я не надо. Две столовые ложечки. Так вот, мед. Да. Причем, этот мед я взял в сетевике. Светофор. То бишь, когда у нас говорят, что мед стоит космос, я взял себе, грубо говоря, килограмм меда по 187 рублей. Ну, это было немножко других денег стоящее. Потому что у нас с трехлитровками, он там 4 килограмма, стоит полторы тысячи рублей. Полторы тысячи делим на чуть-чуть, на полторы тысячи делим на 3, да, грубо говоря. И получается, что этот мед у нас производит по цене, сейчас скажу, сколько, ну, примерно, грубо говоря, 400 рублей килограмм стоит. 400 рублей килограмм. А я за 187 взял. Представляете, тоже выгода, да? То бишь, когда мы говорим про свининку, я вам, прошлый сюжет, посмотрите внимательно, он тоже есть. То есть, когда мне рассказывает свининка о том, что у нас она какая-то домашняя, хотя, по сути событий, вы даже представляете, я вам показывал, сколько мы съедаем, это город Магнитогорский, что-то где-то рядышком нету ни в коем количестве такого количества, такого поголовья свиней, их просто не бывает, естественно. Ну, вот. Но, так, когда мы вам рассказывали те вещи, которые были в предыдущем сюжете, да, то, что там вам продается миско без костей примерно 245 рублей, это возможный вариант. Я предлагаю все-таки заехать в Светофор и там купить неразделанную тушу по 163 рубля или, может быть, чуть меньше-меньше. То есть, в принципе, я в следующий раз вам покажу, как я спокойненько разрубаю ее, и, по сути событий, это есть выгода. Но они ко мне не обращаются, это очень плохо. И что я теперь делаю? Вот теперь я не тороплясь все это дело размешиваю, да? То есть, вы должны понимать, что я полностью отказался от сладкого. Я полностью отказался от сладкого. Езжу на велосипеде, это очень красиво, кстати. Но, к сожалению, мы ездим на велосипеде, а народ не совсем понимает, что в городе Магнитогорске есть люди, которые могут на велосипеде кататься. Ну, я-то понимаю, о чем идет речь, да? И когда происходит некоторое количество позбиваний у меня, ну, я делаю так, чтобы меня, естественно, никто не разнес по самые кривые помидоры. То есть, когда я выезжаю к светофору, я, естественно, притормаживаю. Зачем нестись? Потому что у людей же бзики бывают. Ну, один только недавно так и бзиканул. То есть, я уже сбавил скорость. Я уже покричал, первым покричал, там второй меня зацепил. Ну, ладно. То есть, я стараюсь избежать этих событий, но они не всегда случаются, понимаете? Человек не доезжает, он не въезжает. То есть, он берет, обгоняет меня и тут же начинает тормозить. Ребят, у вас, вообще-то, четыре тормозные колодки стоят, да? У них. И на четыре тормозные колодки у вас давят, естественно, тормозные суппорта. Давят, да? То есть, там машина, она быстрее становится, чем я. Я не умею так тормозить, потому что, даже невзирая на то, что я могу разогнаться до 50 км в час, я это могу сделать, особенно в спортивной велосипедике. А тормозить-то я как же буду? То есть, у меня как бы, ну, не совсем то, что должно быть, как у вас. Вы можете встать, в принципе, да? А я пока буду, я просто в вас закачусь. Ребят, ну, вы посмотрите, что если велосипед едет перед вами, вы не торопитесь. Вы же запаркуйтесь чуть-чуть позже, вам-то какая разница? На секунду раньше, на секунду позже вы встанете. Ну, вот так-то да. То бишь, я естественным образом, в связи с тем, что я полностью прекратил употребление сладкого, естественно, я начал есть вот эта замечательная штука под названием, а что это такое? Это горячий шоколад. Но не совсем горячий шоколад. То есть, это изумительная штука. И по сути событий, даже невзирая на то, что я отказываюсь есть сладкое, практически его не ем, естественно, я вот эту штуку пользуюсь. И в принципе, опять же, пересчитав по деньгам, то бишь, вот я примерно не буду говорить, но вот здесь, это, грубо говоря, плитка стандартного горького шоколада. Стандартный горький шоколад. Потому что сладостей тут нет никаких. Так вот, стандартный горький шоколад, даже невзирая на то, что он может стоить копейки, это получается 54 рубля стоит плитка горького шоколада. Это дешевле, чтобы это вообще просто завались. И это оказывается, что когда я покупаю вот это и беря какао, я экономлю. Вот откуда берется экономия. Вот откуда берется экономия. Экономия, это когда вы экономите, думаете головой. К слову о том, да, у нас проблемки. Проблемки возникают серьезные. И будут неоднократные другие материалы, где вы сможете потом уже, подумав своей головой, восстановить те вещи, которые вы купили. Это можно сделать, у нас очень много таких. Потому что я еще раз говорю, как бы вам сказать то. Я не противник нашего государства. Я противник того, что с нами делают здесь, понимаете. Я люблю Россию, я люблю Советский Союз. И дайте мне возможность жить в Советском Союзе. Мы это можем перелопатить, естественно, если вы будете голосовать за КПРФ. Она все-таки немножко работает для людей, а не против людей, коли честно. Но это отдельная тема, не тема этого сюжета. И тогда, в принципе, мы можем вернуть. А для того, чтобы вернуть все обратно, там сложностей нет никаких. Бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатные квартиры. Но за ваши мозги. То есть, если у вас есть мозги, если вы показываете, что ваши мозги работают на государство, то вы получаете бесплатную квартиру. Как это было у моих родителей. Как это было у моего дяди. Но этого нет сейчас у нас, понимаете. Этого нет сейчас у нас. Все в ипотеке, все влазят туда, куда не нужно залазить. Это плохо, конечно. Это плохо. Но будем надеяться, что мы все-таки вернемся. Когда-нибудь. Хотя, в принципе, Господь Бог мне говорит единое правило. Не думай, что это будет для тебя. Думай и объясняй своим зрителям, что ты, в принципе, веря в Господа Бога нашего, даешь возможность людям жить. Я думаю, что это возможный грамотный вариант моей жизни. А там уже, когда будет суд. Ну, тогда и будет суд.